Не знаю, по 6 может действительно, но с чем-то, наверное, с другим ассоциируется 6. Я к чему-то слушал... Да, Александр Сергеевич. Ну, как со второго этажа, да, вот как обычно, в магазине кино. Я понял, понял, понял. Прошу, вы говорите, за эфиром просто слушал краткую, так сказать... Мы хотели уточнить информацию. Осталось это линию? Не, имеются, имеются. То, что вы расскажете про современные американские фильмы, которые показывают, это новые части. У нас, к сожалению, не так часто строятся новые части, а в основном эксплуатируются те части, которые уже построены были несколько десятилетий назад. И в них наши пожарные спускаются по лестнице? Нет, у них в этих старых частях... Основная часть пожарных частей, вот у нас, которые в городе находятся по охране города Новосибирска, они, так сказать, не нового, не недавно построены. А построились по старым требованиям 50-60-х годов. И там не предусматривало, что пожарный шест, как вы говорите, будет... Они просто прыгают со второго этажа вниз без всего просто. Нет, раньше требование было такое, что пожарное... Ну, помещение для пожарных, оно должно располагаться на первом этаже. То есть они просто, да, они рядом с гаражом находятся, да, они выбегают в помещение из гаража, и из помещения, где они находятся, там, гневальные, либо помещение, спальное помещение, либо учебный класс, они, в основном, все находятся на первом этаже. Есть у нас пожарные части, не так много, где имеется вот шест. Это в современной части, которая построена недавно. И тогда действительно на первом этаже какие-то инструменты располагаются, что-то такое, нет? Ну, на первом этаже у нас, как обычно, располагается пожарный гараж. В гараже стоят пожарные машины. Машины оборудованы пожарно-техническим вооружением, миноветарем. Также на первом этаже у нас имеются, там, например, комнаты газодымозащитной службы. То есть это там, где хранятся баллоны, где проводится проверка оборудования перед дежурством-заступлением. Также есть всякие технические помещения, там, ремонтная мастерская какая-нибудь. Также есть пожарные башни, ну, они, в основном, с первого этажа, да, у них вход. Вторые этажи, это больше административные, там, где руководство сидит, начальник, корову, помещение, там, инспекция. В основном у нас инспекция вся расположена, ну, совместно с пожарной частью, поэтому мы находимся на втором этаже. Вы прям как на экскурсии, Саша, побывали. Да. Давайте прервемся на короткую рекламу и вернемся совсем скоро. Напомню, у нас в гостях главный государственный инспектор города Новосибирска по пожарному надзору, подполковник внутренней службы Александр Сергеевич Матвеев. Мы поздравляем всех с прошедшим праздником, профессиональным днем создания органов государственного пожарного надзора. 18 июля он отмечается, и к нам в гости пришел такой интересный человек, Александр Сергеевич Матвеев. Александр Сергеевич нам уже рассказал о том, как все начиналось, о том, насколько сегодня все высокотехнологично, и даже поговорили о том, как все устроено внутри пожарной станции, практически бесплатная экскурсия. А сколько у нас в городе пожарных станций? Частей. Частей, простите. Точное количество не могу сказать, но если у нас взять в среднем 10 районов города, в каждом как минимум одна часть, за исключением у нас получается Дзержинский район, там 2 части и даже 3, ну порядка 15 частей, думаю, есть в городе. То есть таким образом обеспечивается вот та самая 10-минутная, 10-минутный доступ до практически любого объекта? Ну, с учетом как бы нашего дорожного движения, тут недавно тоже вы передавали, как пробки у нас утром, соответственно, если не брать во внимание вот эту дорожную обстановку, которая может быть, она обеспечивается, да, то 10-минутное прибытие. Ну, я еще раз говорю, мне тут зависит, если пробка где-то стала на мосту, тут хоть, наверное, только на вертолете идем все равно. Чего, кстати, у нас нету. Вот вы говорили, что можно было. Нет вертолета. Вертолета у нас, к сожалению, нету. А нужен? Вот. Вот вы спрашивали до этого, говорили, что бы нам хотелось. Так. Ну, наверное, вертолет. Вот, сейчас я запишу, запишу. Вертолет, вертолет, да. Давайте напомним слушателям немного о мер безопасности летом, потому что сезон горячий, я так понимаю. Очень горячий, тоже до моего прихода в эфир вы разговаривали, слышал, что в новолунии какие-то там приметы, что в новолунии возрастает количество пожаров. Что это правда? Нет, первый раз, кстати, услышал эту такую версию. У нас есть сезонность пожаров. Так. Ну, это, как обычно, у нас есть 1 января, 30, 31, 1, и вот эти все праздники у нас ежегодно мы проводим на работе. Примерно 2-3 числа нас выводят на работу в связи с усилением резкого возраста, количеством пожаров. Вот. Летом более-менее спокойно. Но в этот год у нас что-то не выдался. Скорее всего, лето, то, что у нас не совсем жаркое такое выдалось, не знаю почему. Но вот у нас за 2 недели большой прирост пожаров и травмирования. И, как сказали правильно, я бы хотел еще раз напомнить всем людям правила поведения. Потому что у нас за последние 2 недели 4 человека было травмировано взрослых людей. Не в состоянии алкогольного опьянения, пытались разжечь мангал розжигом и, соответственно, получали ожоги различной степени тяжести. Самые распространенные, наверное, причины пожара в летнее время – это попытки поесть шашлык. Да. То есть вроде как бы, вроде люди взрослые знают, как пользоваться. Тем не менее, последний случай был, что он неправильно на себя пролил, начал поджигать. Что за жидкость? Ну, соответственно, весь практически сгорел. 20-30% ожогов, реанимация находится. Поэтому, люди, будьте, пожалуйста, бдительны. Когда вы разжигаете мангал, аккуратненько. Не пользуйтесь какими-то бензином, соляркой. Есть специальная жидкость в продающейся магазинах. Ну и, конечно, себя поливать не нужно. Да, и обязательно подальше держите от детей. В прошлом году у нас был случай, родители отвлеклись, трое детей попали в больницу. Баловались, баловались. Сначала попали в мангал, потом в больницу. Совершенно верно. Самое основное – это надо аккуратненько, все в трезвом состоянии делать. Лучше перед началом какого-то мероприятия шашлык пожарить, чтобы потом сходить алкогольное опьянение, это все не делать. Это самое элементарное. Также, если в домашних условиях, перед уходом не обязательно выключать электрические приборы, где провожу инструктажи, обязательно всех прошу, когда чайник у нас сейчас все современные чайники с подставки убирать, потому что были случаи, когда у нас чайник замыкал, и все качественные чайники начинают кипеть, вода выкипает, начинает плавиться, соответственно, происходит пожар. Еще один такой случай был, он редкий у нас в одном из районов города Новосибирска. У молодожен в день свадьбы произошел пожар, когда начали разбираться, оказалось, у них дома кошка, сенсорная панель. Они с утра собирались на свадьбу в попыхах, поставили мультиварку на плитку, кошка прыгала-прыгала, включила плитку, соответственно, начала плитка нагреваться, и мультиварка сгорела, произошел пожар. Поэтому, если есть защита от блокировки от животных, соответственно, вставить, ну и с плитки все убирать. Вот тебе и современные технологии. У меня кот постоянно включает. Ну, я имею в виду, что я блокировку делаю, но, тем не менее, там кот срабатывает все равно, сенсор видно, что срабатывает. Он говорит, да? Вот тебе никакой пользы от котов. Так, ну и по пожарам еще тоже. У нас люди беспечны, очень часто не хотят выходить на улицу, курить, да, к покурящим. Всех призываю эту вредную привычку бросить. Но, тем не менее, те, кто курит, у нас начинают на балконе бычки кидать. Вниз, ветром задувает. И тоже очень большое количество пожаров. Многоквартир на жилых домах у нас в последнее время, в связи с тем, что именно по причине того, что с верхних этажей, когда окульки попадают вниз, лежащие открытые балконы, ну, балконы, двери, квартиры, все загорается. Поэтому, если вы не курите, дабы избежать такого случая, вы уходите окна закрыть на балконе, на квартире. Да вообще не надо делать это на балконе, даже если вы живете на первом этаже, потому что окна у всех открыты, лето, извините, воняет. Совершенно верно. Ну, а те, кто курит, будьте любезны, спуститься вниз, взять баночку, там, пепельницу, покурить, чтобы это никто не видел. Вот такие самые элементарные правила. Спасибо. И еще один момент, который я хотел сказать в части нового, ну, как сказать, спрашивали каких-то гаджетов новых, там, течения. Одно из течений, не течений, а один из гаджетов, так сказать, который у нас уже года три мы ведем такую акцию, будильник спасения называется. Это автономный дымовой пожарный извещатель. Он не требует никаких знаний, навыков. Он устанавливается, ставится батарейка крона, стоит недорого, там, в районе 300-500 рублей. Ставится в квартире, там, в местах наиболее опасных, там, ну, на кухне, на кухне, совершенно верно. И он в случае возникновения пожара на ранней стадии начинает пищать от дыма. Соответственно, вас может разбудить, потому что у нас процентов 70 гибели людей происходит в ночное время. Просто датчик. Да, люди спят, не слышат, не чувствуют, начинают просыпаться, когда уже начинают задыхаться. Соответственно, вот этот будильник спасения может спасти вам жизнь не вам, а соседям. Поэтому всем рекомендую купить и пользоваться. Спасибо большое. Главный государственный инспектор города Новосибирска по пожарным надзору, подполковник внутренней службы Александр Сергеевич Матвеев был у нас в гостях. Еще раз спасибо. Спасибо.